МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Информационный вечер на канале СТВ в студию Ольга Бельмач. Здравствуйте. Главное к этому часу. Из семи запланированных мероприятий по модернизации Бобруйского фондока реализовано только одно. Что мешает предприятию работать и зарабатывать, узнавала Ирина Недобоева. Маленькие белорусы и большой праздник. Дети со всей республики съезжаются в Минск на главную елку страны. Дмитрий Байрович о тех, чье новогоднее желание уже сбылось. Книгопечатный ренессанс. Сегодня подписан в печать первый том полного собрания книг Франциска Скорины. Ольга Юрлотя об общенациональном культурном проекте. И подарок из космоса. Экспозиция музея Дворцовый комплекс Сапегов в Ружанах пополнилась уникальным артефактом. Крупное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали белорусы. Под Санкт-Петербургом в аварию попал автобус с белорусскими номерами. ДТП произошло всего в нескольких километрах от северной столицы России. По предварительной информации, столкновение произошло по вине водителя легковушки, который не пропустил грузовик и выскочил на дорогу прямо перед ним. В результате фуру развернуло и выбросило на встречную полосу, по которой и двигался белорусский автобус. На момент ЧП в нем находилось около 40 человек. Трое наших граждан пострадали. Один из них до сих пор находится в больнице. Остальные пассажиры уже доставлены домой. Сейчас мы проверяем ту информацию, которую получили из МЧС Российской Федерации относительно пострадавших и их состояния. Но по состоянию на сегодняшний день это три человека. Один из них госпитализирован в центральную районную больницу города Гатчина. И двоим оказана амбулаторная помощь. По данному делу проводится проверка. Эксперты отмечают, что если бы водитель белорусского автобуса не ушел на обочину, то последовало бы лобовое столкновение. Основной удар пришелся на середину салона. Своевременный маневр водителя в буквальном смысле спас многие жизни. В филиале водитель работает 13 лет. Зарекомендовал себя с положительной стороны, почему и оказано доверие выполнять междугородние и международные перевозки. По сложившейся ситуации, то есть водитель не дрогнул, исполнил необходимые, принял решения, чтобы избежать большого количества человеческих жиров. Техническое состояние автобуса было хорошее. Автобус эксплуатируется с 2006 года. Беларусь и Россия решили все острые вопросы двусторонних отношений. Об этом президент Александр Лукашенко заявил накануне по итогам заседания Высшего Госсовета Союзного Государства. Масштабный форум прошел в Москве, итоги которого сегодня активно обсуждают эксперты. Результатом переговоров стало подписание ряда соглашений. В частности, принято решение о выделении Беларуси кредита от России в размере 2 миллиардов долларов. Экспертная оценка договоренностей в материале Евгения Горина. Подводя итоги московского заседания Высшего Госсовета Союзного Государства, эксперты подметили несколько интересных моментов. В 2013 прошло сразу два заседания ВГС. Это впервые за последние несколько лет. Если не брать в расчет энергетическую составляющую, то товароборот Беларуси-России все-таки прибавил. Он стремительно приближается к пиковому значению, достигнутому в 2012-м. На фоне кризиса в мировой торговле это хорошая тенденция. Еще один важный момент – взаимопонимание. Оно не просто присутствовало на переговорах по самым острым вопросам, но и было подкреплено двухмиллиардным займом. Россия выделит его Беларуси на хороших условиях с выплатой на 10 лет. Наша экономика потребляет от 60 до 70 процентов ресурсов и комплектурует предприятия Российской Федерации, где работают по ценам, даже примерно, до 10 миллионов человек. Поэтому я вас заявляю, что та поддержка, которую вы оказали сегодня в Беларуси, кстати, поддержка и поддержание в Беларуси, в том числе, естественно, через эти экономики, она не будет просто так пронетена, как это часто говорят. Начиная с внешнего производства, вы таким образом поддерживаете и с новой экономики. Сегодня можно с уверенностью сказать, что не осталось ни этого вопроса, который мы могли бы подставить перед нашими россиянами, или просьбой, с которыми мы могли бы разметиться к вам. Мы сегодня решили все вопросы в корме белого мира. Не стоит забывать о том, что Беларусь пострадала от недобросовестных действий Уралкалия, который обрушил не только мировой рынок, но и нанёс ущерб беларусской экономике более чем на полтора миллиарда долларов. Все вопросы были нарешены на фоне достаточно острых конфликтов между субъектами хозяйствования, которые, наконец-то, мы научились решать в установленном порядке, законодательно и при полном взаимопонимании. Я думаю, что стороны вернутся обязательно к производственной кооперации в области добычи и продажи калийных удобрений. Это выгодно и российской стороне, и белорусской, и это вполне рациональное решение, которое давно напрашивается. Кстати, выделенные для Беларуси деньги не из Фонда национального благосостояния России, как это было сделано в случае со свежим 15-миллиардным кредитом для Украины. Для России Беларусь входит в пятёрку важнейших торговых партнёров. В условиях кризиса во всей мировой экономике этот кредит в 2 миллиарда долларов США, который будет предоставлен в начале 2014 года нашей стране, Российской Федерации, очень важен для экономики обеих стран. Поэтому этот кредит будет работать на экономике наших стран, наших обеих стран. И, кроме того, он будет способствовать макроэкономической сбалансированности, поддержанию золотовалютных резервов и обменного курса национальной валюты. В Беларуси порядка двух тысяч предприятий с участием российского капитала. Но это капля в море по сравнению с множеством предприятий, завязанных в производственной цепочке ещё со времён Советского Союза. И если одно из звеньев испытывает трудности, то в братской стране их тоже ощущают. Сотрудничество в области производства МАЗов, Минский автомобильный завод, то есть производство наших большегрузных автомобилей, производство такторов. Все эти предприятия имеют дилерские площадки на территории Российской Федерации. Все эти предприятия имеют партнёров Российской Федерации, которые поставляют нам комплектующие. Поэтому это абсолютно взаимосвязанные вещи. А особенно очень важным является вопрос кооперации в сфере военно-промышленного комплекса. Это вообще отдельный вопрос, который достаточно серьёзный. И, безусловно, Российская Федерация от того, что будет развиваться наша экономика, только выигрывает. Доля добавленной стоимости белорусской продукции очень высокая российских производителей. Это действительно миллионы российских граждан работают и получают зарплату. Поэтому это не просто благотворительная помощь, это долговременный проект. И опять-таки тренд, который был сформирован ещё несколько десятилетий назад. Всего же на заседании Высшего Госсовета Союзного Государства 25 декабря было подписано 14 документов, что характерно по многим направлениям в сравнении с другими интеграционными образованиями, работа у Беларуси и России идёт с серьёзным опережением. Приоритеты неизменны. Эффективная торгово-экономическая и производственная кооперация, а также формирование объединённой транспортной системы и общего рынка труда. Принятый союзный бюджет профинансирует 37 совместных программ. Евгений Горин и Анастасия Иванникова, телекомпания СТВ. В Беларуси проходит избирательная кампания по выборам депутатов в местных советах. Так, в состав территориальных избиркомов выдвинуто свыше 11 700 человек. Об этом сообщили в ЦИК Беларуси. В основном заявления подли простые граждане, это почти 55%. Далее следуют представители общественных объединений и трудовых коллективов. 35 и 10%, соответственно. От политических партий предложено 151 кандидатура. Территориальные избирательные комиссии должны быть образованы до завтрашнего дня. И вновь тема деревообработки. Отрасль по-прежнему в зоне пристального внимания. Напомню, в ноябре по поручению президента была создана специальная комиссия, которая курирует эту сферу. Сегодня, спустя полтора месяца, инспекция снова пустила Бобруйский фондок. Результаты проверки показали, что изменений не произошло. Новая мини-ТЭЦ больше ремонтируется, нежели работает. Линия сортировки леса простаивает. Точно так же, как и завод по производству ДСП, который уже два года никак не могут смонтировать иностранные специалисты. Новый срок завершения модернизации 20 января будущего года. Правда, теперь цена ошибки может стоить не выговоров, а глобальных штрафов и увольнений. Что мешает предприятию работать и зарабатывать, выясняла Ирина Недобоева. Ввод в эксплуатацию завода по производству ДСП на Фондоке откладывается уже два года. Конкретных причин такой неорганизованности иностранные специалисты не называют. Однако, вновь обозначенный срок водолинии обещают выдержать. А также покрыть многомиллионные убытки. Но если бы только на этом заканчивались все проблемы деревообрабатывающего предприятия. Эта линия по сортировке леса не проработала и дня. А ущерб от ее простоя составляет 400 миллионов рублей. Из семи мероприятий по модернизации Фондока на сегодняшний день реализовано только одно. Еще в 2010-м предприятие запустило собственную мини-ТЭЦ. Но назвать ее работу полноценной язык не поворачивается. Работает котельная с перебоями, а ее паротурбинная установка и вовсе не введена в эксплуатацию. В текущем году по различным причинам, в том числе и из-за простоев мини-ТЭЦ, загрузка завода составила лишь 39%. Недополученная выручка 33 миллиарда рублей. С момента первого визита на предприятие проверяющих прошло уже полтора месяца. По словам руководства, за это время свернули горы. Только вот сами рабочие больших перемен не ощутили. Были вывезены отходы коры, это довольно 9 тысяч вов, это и дробление бетона и так далее. То есть эта работа произведена, но в таком объеме, который нужно, необходимо, то это недостаточно. Чтобы навести порядок на нашем подоке, месяц это мало. Ничего у нас не повысилось и ничего у нас не изменилось. Хотелось бы, чтобы зарплату подняли и условия труда были хорошими. На модернизацию основного производства, которое тянется с 2007 года, в объединении потратили уже более 50 миллионов евро. За эти деньги, казалось, уже можно было построить новый завод. Снимаете шубы, одеваете комбинезоны. И вместе с губернатором начинаете здесь работать. Я уже не говорю про мэра города. Такое впечатление, что здесь нет вообще власти. Это просто позор какой-то. Из девяти проблемных базовых предприятий деревообрабатывающей отрасли Беларуси модернизацию успели закончить в срок только на Ивацевичи Древе. Остальные сроки провалили. А ведь впереди еще поиск рынков сбыта готовой продукции. В Борисове на производстве, к примеру, уже столкнулись с этой проблемой. Выпустили порядка 800 тысяч кубометров продукции, а контракты на поставку заключили пока только на четверть. Ирина Недобоева, Сергей Вишневский, телекомпания СТВ, Могилевская область. Маленькие белорусы съезжаются на большой праздник. В Дворце Республики сейчас идут последние приготовления к главному детскому новогоднему представлению. Завтра состоится первое музыкально-сценическое шоу. Оно проходит в рамках республиканской акции «Наши дети» и проводится ежегодно вот уже почти 20 лет. Однако уже сегодня ребят ждала большая культурная программа. Дмитрий Боярович от тех, чье новогоднее желание уже сбылось. Новогодний праздник для этих ребят начался сегодня. Это дети из маленьких городков и деревень, но уже с большими заслугами. Победители конкурсов и олимпиад, хорошисты и отличники. Для большинства сегодняшнее путешествие в столицу первое в жизни. Что ожидают, увидят завтра, рассказывают нам. Хочется увидеть там Деда Мороза и Снегурочку из Великого Устюга и из Беловежской пущи. Очень впечатлило, когда мы ехали возле Хатыни. Утром перед елкой было волнение. Для меня это большая честь. Я была, конечно, в шоке, когда мне сказали, что я еду на республиканскую елку. Для меня это очень интересно, тем более увидеть самого президента. Из Витебской области на президентскую елку приехало больше сотни детей. Всего же праздник соберет около двух с половиной тысяч маленьких белорусов. Причем накануне детского новогоднего шоу во Дворце Республики их ждет еще много интересного. Программа для них продумана. Мы вот сейчас направляемся в цирк. Но самое главное, основное, они ждут золотую елку с участием президента. Поверьте, это всегда очень для них значимо. Они ее ждут. И когда мы едем назад, они говорят, как бы нам попасть еще. Вот эту вот рубашечку я надену, заправлю туда. И наверх вот эту корточку. К такой культурной программе готовилась и Ангелина вместе с мамой. Накануне выбирала платье и паковала чемодан. Все-таки едет в столицу 13-летняя школьница из Бреста. Участвовала в республиканском отборе на детское Евровидение. На главной елке страны второй год подряд. Там я встречу всех своих друзей, которые были финалистами на детском Евровидении. Мы с ними очень подружились. Вот переписывались там и, ну, скоро увидимся. Накануне елки цирк для сотен ребят здесь приготовили ледовое шоу. Причем бесплатно для некоторых побывать здесь уже мечта, которая сбылась. И другие делятся с нами новогодними желаниями. О них писали Деду Морозу. Ну, хороших впечатлений увидеть президента. Мне это очень нравится, тут красиво, все такое красочное. Я очень люблю новогодние праздники. И в новогоднюю ночь хотел бы, чтобы Дедушка Мороз положил мне под елку планшет. Я бы еще хотел домашнего животного, где-то котеночка хотя бы одного. Веселья и радости. Главной елке страны уже почти 20 лет. Такой праздник для детей проводится с 95-го года. Во Дворце Республики сейчас готовят представление. Маленькие белорусы увидят музыкально-сценическое шоу. Ну и, конечно, Деда Мороза главный зимний персонаж никого не оставит без подарка. Дмитрий Байрович, Юлия Бешанова, Илья Пучко, телекомпания СТВ. Не дня без подарков. В череду новогодних поздравлений сегодня продолжили участники благотворительной акции «Наши дети». Премьер-министр Михаил Мясникович побывал в 3-й клинической больнице Минска. В подарок маленькие пациенты получили сладости и большой телевизор, который скрасит их будни до выписки. Вместе с почетными гостями, а на новогодний утренник в больницу приехали также мэр города и министр здравоохранения. Дети танцевали, отгадывали загадки и исполняли новогодние песни. Хотелось бы просто пожелать еще раз, чтобы Новый год, но, как правило, надо встречать дома. Поэтому, чтобы быстрее вы выздоравливали, чтобы у вас было все хорошо, чтобы было хорошее настроение. Мне нравилось, как дети выводили хороводы, рассказывали стихи, подарки Деду Морозу новые дарят. С Новым годом! Новогодние подарки сегодня получали и в столичной школе-интернате номер 7. Здесь воспитываются 145 ребят с особенностями развития. К празднику они подготовили яркие красочные номера и конкурсы. Представление посетил председатель Республиканского общественного объединения «Беларусь» Александр Радьков. Мероприятие мне очень понравилось. Они ежегодно проходят. Педагоги очень стараются и вкладывают в это очень много сил. Мне понравилось, как Дед Мороз здесь был, снегурочка, танцевали все. Мы с удовольствием включили в президентскую акцию «Наши дети». Никто не забыт, и в этом сила акции. В детском доме, в приемной семье, в обычной семье, в школе, в детском саду. И вот глядя на эти радостные лица, вот на то, как они одеты, как они организованы, как-то чувствую, что страна заботится о детях. По-семейному собрались у елки и в седьмом детском доме Минска. Ребята долго готовились к встрече гостей. А сегодня с подарками к ним заглянул председатель Конституционного суда Петр Миклашевич. Детский дом носит название «Семья». Вместе с воспитателями и побечителями ребята создают здесь по-настоящему домашнюю атмосферу. Гостей встречали с сказочным представлением, с любимыми персонажами, музыкальными номерами и новогодним настроением. У нас действительно формируется социальное государство, где проявляется забота о каждом. И поэтому долг каждого взрослого оказать должное внимание в преддверии новогоднего праздника нашим маленьким гражданам нашей страны. Украшали елку, детский дом весь украшали, очень много украшений. Дети помогали, взрослые тоже помогали. Когда гости приезжают, у нас такая радость и на душе нравится и детям младшим, и старшим. Многие сбываются наши мечты и подарки дарят, и семьи находятся на Новый год. Первый том полного собрания трудов с Кариной подписан в печать. Проект «Триурочинг. Пятисотлетие» – издание нашим именитым земляком первой книги для восточных славян. Эту дату мы будем отмечать в 2017-м. Сегодня уникальное издание представили в Национальной библиотеке. Ольга Еруть прикоснулась к истории. В нашей стране 10 книг-первопечатников в 6 переплётах, и все они хранятся в Национальной библиотеке. Всего в мире 360 экземпляров и ещё 43 рукописных. Первый том полного собрания трудов Франциска с Кариной сегодня подписан в печать. Это символичное событие – старт общенациональной программы по факсимильному переизданию книжного наследия первопечатника с Кариной. За 5 лет планируют выпустить 25 книг в 20 томах, напечатанных 5 веков назад нашим земляком в Праге и Вильне. Основа – электронные копии из музеев и библиотек Беларуси, России, Украины, Германии. Сучастная полиграфичная махчимость, выдавецкие технологии позволяют реализовать этот проект на высоком уровне. Это, по сути, книжная репродукция ценных трудов с Кариной. Факсимильное издание максимально воссоздаст оригиналы. Структура, содержание, шрифты, гравюры – всё как в оригинале. Такие напечатанные издания передадут как в зарубежной библиотеке, так и в отечественной. Эти книги и станут доступны и школьникам, и учёным. Изданные собрания книг бесплатно передадут также в музеи и архивы России, Украины, Польши, Германии. Они станут своеобразным культурным посланником за рубежом, будут представлять духовное наследие Беларуси. Этот проект – хороший пример государственно-частного партнёрства. Серьёзные компании, они понимают, что вложение в культуру – это инвестиции в будущее. И мы, наверное, таким образом сможем больше рассказать нашим людям, нашим гостям о своём прошлом, о своей культуре и представить нашу страну как страну, которая имеет серьёзную историю. В 2017 году – 500-летие со дня издания «Первой книги». К этой дате в Беларуси планируют создать электронную библиотеку Франциска Скорины. Ольга Юрудь, Валерий Науменко, телекомпания СТВ. Подарок из космоса. Экспозиция музея «Дворцовый комплекс сапегов в Ружанах» пополнилась уникальным артефактом – ружанским метеоритом. Историю необычной находки выясняла Юлия Бешанова. Вдруг стало светло, как днём, а через минуту раздался такой удар, что, казалось, земля задрожала. Гром продолжался около минуты. Небесное явление, которое описано в газете позапрошлого века, не на шутку взволновало тогда местных жителей. Для того, чтобы развеять слухи о мистическом происхождении грозы, была создана специальная комиссия, которая и разъяснила людям – они стали свидетелями падения метеорита. Ещё в 1897 году его внесли в список метеоритов мира, но так и не нашли. Его якобы нашли в 1955 году, Слонимский краевед. Но, согласно анализу академиков СССР, тот метеорит не оказался им. Это был просто валуном осадочных пород. Вероятно, Ружанский метеорит так бы и остался одной из местных легенд, если бы не обстоятельства. Очередной ремонт ограды в местной церкви Святого Петра и Павла. Внимание одного из рабочих привлёк булыжник, который мало походил на обычный камень. Уже штукатурка, вернее, извёстка отвалилась. Он взял в руки и удивился, что он маленький как бы относительно, но тяжёлый по весу. Пригласил меня, меня тоже заинтересовало. Вышел в интернет, посмотрел фотографии, как же выглядит метеорит и убедился, что да, скорее всего, это всё-таки метеорит. Исследователи говорят, скорее всего, в церковную ограду он попал во время ремонта после Великой Отечественной, когда жители сносили камни с окрестных полей. Видимо, тогда необычность породы никто не заметил. Это и позволило уникальному артефакту не затеряться в запасниках. После тщательного изучения космический гость прописался в одном из залах Ружанского замка. В том, что экспонат подлинный, сотрудники музея ни на минуту не сомневаются. Когда данный предмет проходил через плотные слои атмосферы, светогорения создавали здесь специальные воронки. Несмотря на то, что космический пришелец внешне совсем небольшой, поднять его практически невозможно. Его вес больше 26 килограммов. К слову, совсем скоро, как обещают руководители музея, каждый посетитель сможет не только посмотреть на удивительный экспонат, но и прикоснуться к нему и почувствовать настоящую космическую ауру. Юлия Бешанова, Станислав Пекарский, телекомпания СТВ, Бреска область. И это все, о чем мы успели рассказать к этому часу сразу после нас программа «Столичные подробности». Итоги дня в 22.30 подведет Екатерина Забеньком. Хорошего вечера на канале СТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова